Игорь Яковенко, журналист, наш коллега Игорь Александрович, рад видеть, рад приветствовать. Здравствуйте и слава Украине! Героям слава, взаимно рад вас видеть. Добрый день. Так, ну что же, топ-тема это, конечно, задержание террориста Игоря Гиркина-Стрелкова. Что произошло, расскажите нам, пожалуйста. Как вы думаете, что это было? Ну, достаточно давно ожидаемая история. Дело в том, что вот в этой паучьей банке, которая называется сообщество таких турбопатриотов, турбофашистов, имперцев, значит, идет поедание наиболее мелких пауков. И, в общем, размер паука определяется двумя ресурсами. Это ресурс военный и ресурс аппаратный. Популярность здесь не имеет практически никакого значения или почти не имеет никакого значения, потому что популярность имеет значение для каких-то электоральных мероприятий. А таких мероприятий в ближайшее время не предвидится, поэтому, в общем-то, что называется, народная поддержка, она так носит такой достаточно справочный характер. А в основном речь идет о том, вот в этой банке с пауками, значит, возможность паука выжить определяется его размером. Размер, в свою очередь, зависит от силового ресурса, насколько у него, насколько, ну, как Иосиф Саверонович говорил про Папу Римского, а сколько дивизий у Папы Римского. Так вот, вопрос о том, сколько дивизий у какого паука в этой банке. Значит, и второй определяющий размер – это наличие аппаратного ресурса, аппаратная поддержка. Так вот, мы видим, как сначала съели самого мелкого паука в этой паучьей турбопатриотической турбофашистской банке – это Квачков. С его, так сказать, ну, вот это довольно известное, совершенно безумное существо, полковник Квачков, который собрал тоже какую-то тусовку, который, так сказать, постоянно кричал о том, что мало воюем, плохо воюем, надо больше, надо там мобилизовать всех, так сказать, ввести железную диктатуру и всех, так сказать, убивать быстро и сразу. Его очень быстро, значит, возбудили против него уголовное дело по, там, статье за дискредитацию армии, потому что за ним вообще ничего не было. Значит, дальше возникли пауки побольше. Это Гиркин, в частности, и этот нападал одновременно и на Путина, и на Пригожина. То есть, на пауков значительно больших его по размеру. Значит, и на самом деле, кто его сажал? Сажали оба, причем, я думаю, что нападение на Пригожина было роковой ошибкой. Ну, не ошибкой, Гиркин, собственно говоря, ошибок-то особо не совершал, он просто делал то, что вот изнутри его фашистской души, и что требовала его фашистская душа. В общем-то, он особенно не кривил этой душой, он говорил то, что думает. И в результате он пострадал по доносу Вагнеровца, значит, это депутат Ярославского областного собрания, значит, Петровский, который на него донес за то, что Гиркин, ну, донос по экстремизму, короче говоря, не важно, почему донес, но был донос. Значит, Гиркин в этой ситуации, он, безусловно, был пауком меньшего размера, потому что, ну, за ним не было никакой силовой поддержки, это очевидно, а поддержка аппаратная, бюрократическая, она номенклатурная, она была явно меньшего размера, чем у главных оставшихся пауков в этой банке, это Пригожина и Путина. То есть, ну, безусловно, у него была какая-то крыша небольшая в ФСБ, благодаря чему он, собственно говоря, и существовал так долго, но крыша, видимо, оказалась, ну, то, собственно, невидима, а совершенно точно оказалась намного меньшего, меньшего размера и меньшей проницаемости, то есть она не смогла его защитить. И очень характерна прелюдия вот к этому уничтожению. Дело в том, что буквально накануне, накануне ареста произошел раскол этого клуба рассерженных патриотов, когда против Гиркина ополчилась, ополчилась, так сказать, такая группировка, которая была объединена под ником «Обыкновенный царизм», которые написали, так сказать, большое письмо, требуя, значит, от Гиркина прекратить травлю Пригожина, заступились за Пригожина и сказали, что это не мнение рассерженных патриотов, это личное мнение Гиркина, и он должен вообще извиниться перед великим полководцем Пригожиным и перед доблестными чудо-богатырями-вагнеровцами. Это была позиция части рассерженных патриотов. Гиркин понял, что, в общем, он теряет поддержку в своей собственной среде, заявил, очень по этому поводу скандалил, говорил о том, что нет, правда мне дороже, и даже если все рассерженные патриоты будут против меня, я все равно буду говорить эту правду, говорить о том, что Пригожин подлец и что его надо повесить. Ну, в общем, такой смысл. Ненависть Пригожина к Гиркину и Гиркина к Пригожину, она была совершенно запредельная. То есть, они оба друг друга приговаривали к смертной казни, говорили о том, что как только они придут к власти, они тут же повесят Гиркин-Пригожина, Пригожин-Гиркина, но у Пригожина, конечно, гораздо больше ресурсов, и вот сейчас, на самом деле, на этом поле остались только два здоровенных паука, значит, два мафиози. Это Пригожин и Путин. Оба, они как бы после вот этой знаменитой стрелки в Кремле, когда то ли Пригожин принимал Путина, то ли Путин Пригожина, когда Путин попытался отколоть ЧВК Вагнера от Пригожина, у него ничего не получилось. Ну, помните, это знаменитое интервью Путина Колесникову. Ну, и в конечном итоге они разошлись, что называется, развелись, ну, как обычные бандиты. После своих стрелок они разделили территорию, кто какой ларек будет крышевать, кто какой рынок будет крышевать, кто какой банк будет крышевать. Вот они разделились. Пригожину досталось Беларусь, Путин остался в России. И оба сейчас готовят свои армии. Пригожин собирается из армии Беларуси сделать вторую армию мира, а Путин собирается из Росгвардии сделать первую армию в России. То есть явно на сегодняшний момент он накачивает Росгвардию бронетехникой, накачивает ее людьми, истощает совершенно, высасывает все живое, все боеспособное из Министерства внутренних дел. То есть, значит, МВД остается голым совершенно. То есть МВД сейчас уже... А я так понимаю, что ставка и на Золотова, извините, но и на Кадырова в том числе, на его клан. Или это ошибка? Вы знаете, вот здесь насчет Кадырова у меня большие сомнения. Потому что, ну, понимаете, Путин, конечно, не великого ума юноша, но я очень сомневаюсь, что все-таки он настолько дурак. Да, вот счастливый дедушка, как правильно сказал Пригожин, он, так сказать, чудак на букву М, безусловно. Но все-таки, ну, как бы настолько быть безумным, что делать ставку на Кадырова, это... Ну, понимаете, Кадыров все-таки профессиональный предатель. Это основа его. Он профессиональный предатель, это суть его... Вот если у Путина суть это уголовщина, у Пригожина тоже суть это уголовщина, то Кадыров, безусловно, в основе его личности, в основе его биографии, это предательство. То есть то, как он пришел, весь его клан пришел к власти, это предательство во время Второй Чеченской войны, когда он предал свой народ и перешел на сторону империи. И это, в общем, ну, должен хоть что-то Путин понимать, ну, бог с ним, в конце концов. Если он так думает, дай бог ему удачи в этих заблуждениях, Кадыров ему вовремя воткнет куда-нибудь свой ножик. Да-да-да, вот именно так, как вы показали. Значит, ну, основная ставка, конечно, на Золотова. Золотов верный, потому что, ну, Золотов, там все понятно, даже для того, чтобы предать, нужен какой-то, какой-то там, ну, не ум, а хотя бы какая-то сообразительность. У Золотова этого никогда не было, он был всегда охранником при уголовниках, и, в общем, за это его ценили, собственно говоря. За это он и поднялся. Вот, поэтому сейчас Путин накачивает знаменитый закон, который очень сильно лоббировал и Хинштейн, везде бегал с этим законом Триасы, Триасы, Майкаргополов, генерал. Значит, они лоббировали этот закон, и этот закон был принят сегодня у нас в пятницу, позавчера он был принят сразу в трехчтении о том, что теперь у нас главная армия – это Росгвардия. Туда сейчас стягивается, стремительно стягивается бронетехника, вертолеты, туда стягиваются танки, и туда стягиваются наиболее боеспособные части из МВД. То есть фактически из МВД высасывается, из Министерства внутренних дел, из полиции высасывается все боеспособное. То есть теперь опера для того, чтобы, ну обычно, когда производят какой-то рейд для того, чтобы предотвратить какой-то, или, так сказать, арестовать каких-то серьезных бандитов, ну, в общем-то, для этого существовали спецподразделения. Сейчас эти все спецподразделения вытаскиваются в Росгвардию, и фактически МВД остается, значит, с какими-то там операми, и следственный комитет со следователями с табельными пистолетами. Да, вот они должны с этими пистолетиками, которыми там, я не знаю, так сказать, можно, наверное, мышку испугать, но серьезных бандитов с калашами, в общем-то, арестовывать невозможно. Они должны по каждой спецоперации, должны обращаться к золоту. Ну, в общем, совершеннейшее безумие создано, все для того, чтобы создать внутри России армию, направленную на защиту, ну, прежде всего, от Пригожина, конечно, от кого еще. Ну, и на защиту от возможных каких-то резких движений со стороны уже окончательно приватизированной российской армии. Потому что процесс приватизации российской армии, на мой взгляд, дошел до точки, до крайней, потому что это не только 40 ЧВК, на которые растащили российскую армию, но и отдельные подразделения, отдельные дивизии, которые верны не Шойгу, а верны своим командирам. То есть, на самом деле, понятно, что если будет... Ну, вот вы упомянули Кадырова, да, очень кстати, кстати говоря. Значит, ну, обычный тестовый вопрос, который я себе задаю, когда выясняю, пытаюсь проанализировать ситуацию. Если, например, Золотов, которому формально должны подчиняться кадыровцы, даст один приказ, а Кадыров даст другой приказ, какой приказ выполнят, значит, верные кадыровцы, да? Вопрос риторический, мы с вами это понимаем. Если, значит, генерал-майор Попов отдаст один приказ, а Шойгу отдаст другой приказ, чей приказ выполнят подчиненные генерал-майора Попова? Тоже вопрос очевиден, да? Для них он великий Спартак, они для него гладиаторы, а Шойгу для них вообще, так сказать, картонный маршал, как сейчас его в войсках уже называют, с легкой в руки Пригожина. Точно такая же ситуация. Десантники, которые подчиняются генералу Теплинскому, и понятно, что если десантникам отдаст один приказ Теплинский, а Шойгу отдаст другой приказ, понятно, чей приказ они выполнят. То есть, на самом деле, армия приватизирована. И, в принципе, Путин, ну, наверное, я не знаю, насколько он это понимает, но, тем не менее, его попытки создать первую армию в России из Росгвардии, они свидетельствуют о том, что он все-таки понимает угрозу. Поэтому, ну, в конечном итоге, я думаю, что вот эти два больших паука, оставшиеся в банке союзного государства, они сейчас, что называется, точат ножи друг на друга. Ну, а стрелков, что стрелков? На самом деле, вот, так сказать, паук меньших размеров оказался съеден. Я не уверен в том, что его посадят, потому что, ну, на самом деле, это будет очень смешная история. Человек осужден к пожизненному заключению за убийство 292 граждан разных государств за сбитие малазийского Боинга. И сейчас он будет сидеть сколько-то там в российской тюрьме. Это будет, конечно, анекдот, потому что это будет означать, что российский суд выполнил приговор Гаагского суда. Ну, что ж, в конце концов, не важно, где будет сидеть этот преступник, важно, чтобы он сидел. У него есть неплохие литературные способности, пускай книжки пишет. Ну, или лучше, конечно, вариант, чтобы его, так сказать, как-то так... Ну, бог с ним, в общем, не буду никому желать смерти, это нехорошо. Хотя, в общем, упырь, на руках у которого кровь тысяч людей в конечном итоге, и лично на его руках, и опосредованно, в общем, он, конечно, не заслуживает никакого снисхождения. Но мы живем в 21 веке, смертной казни нет, поэтому пускай живет, но за решеткой. Это было бы правильно. В данном случае, я не уверен, кстати говоря, что его посадят. Это вот большой вопрос, но это уже, я думаю, что это вопрос уже усмотрения, что хотят. Хотят только напугать, вряд ли, или хотят действительно изолировать, возможно. Ну, в общем, короче говоря, вот такая ситуация. Я думаю, что это вот именно, так сказать, механизм съедения меньшего по размеру паука. Продолжение следует...